В июне 2021 года в Федеральный закон о занятости населения были внесены поправки, по которым общероссийскую базу вакансий преобразуют в единую цифровую платформу «Работа в России». Граждане, прежде чем обратиться в службу занятости, им необходимо через эту единую цифровую платформу подать заявление, оформить резюме, в котором указываются все данные гражданина, его квалификационные требования, условия последнего места работы. Как правило, еще гражданин может подавать заявление двух видов. Это на признание его безработным и назначение пособия по безработице, а также он может подавать заявление как ищущий работу. То есть в центре занятости могут помочь и тем гражданам, которые где-то трудятся, но хотят сменить место работы или сферу деятельности, а также студентам дневной формы обучения. Но как быть тому, кто по каким-либо причинам не может подать заявление через единую цифровую платформу «Работа в России»? Гражданин может непосредственно обратиться по предварительной записи в центр занятости населения, где ему специалисты центра занятости помогут оформить данное заявление в электронном виде. Далее гражданин после подачи заявления и принятия решения со стороны службы занятости, то есть регистрации гражданина в целях поиска подходящей работы, ему непосредственно необходимо данную информацию отслеживать в своем личном кабинете. Однако для признания гражданина безработным, либо для его перерегистрации, необходимо прийти в центр занятости лично. Кроме этого, 1 марта 2022 года вступят в силу изменения в законе, которые связаны с приемом на работу инвалидов. Работодатели с численностью 35 человек и более должны принимать на работу инвалидов 3% от численности. И если раньше квота считалась выполненной работодателем, если он хотя бы выделил рабочие места для приема на работу инвалидов, то с 1 марта 2022 года работодателю будет считаться выполненная квота, то есть в соответствии с областным законом о квотировании рабочих мест, если на эти рабочие места именно будут приняты инвалиды. Некоторые азовские работодатели уже успели оценить многие плюсы единой цифровой платформы. Например, электротехнический завод БНК через личный кабинет самостоятельно размещает вакансии, получает отклики и подбирает работников. Очень удобно, что мы видим резюме кандидата на начальном этапе, то есть мы можем не приглашать на собеседование, если соискатель нам уже не подходит. Это экономит время как наше, так и время соискателя. Также мы самостоятельно можем размещать всю необходимую информацию. В службу занятости необходимо отчитываться о предстоящих реорганизациях, о высвобождении работников. Теперь мы это можем делать самостоятельно. Что касается ярмарок вакансий и других дополнительных мероприятий, то по заявкам работодателей они по-прежнему проводятся, но теперь дистанционно. Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азов.Инфо